Паста Паста, как много сказано в этом слове для итальянцев и гостей Италии. Она настоящая королева итальянской кухни. Невозможно пересчитать, сколько рецептов придумано за все время ее существования. Карбонара, аматричана, кача и пепи, грича. Паста с мясным рагу, с рыбой, с белыми грибами. И даже есть рецепт пасты с водкой. В прошлом видео я рассказывала вам историю и поделилась рецептом пасты карбонара. Ну а сегодня поговорим о пасте аматричана. Итальянцы едят пасту каждый день. В Италии готовят пасту из твердых сортов пшеницы. И поэтому, сколько бы итальянцы ее не ели, это не скажется на их фигуре. Итак, паста аматричана является типичным блюдом римских тратторий. Но родом она из городка Аматричи, который находится в провинции Риети. Мы поговорим сегодня о блюде крестьянского происхождения, рецепт которого передавали из уст в уста от отца к сыну. Сейчас в каждой кулинарной книге этот рецепт с различными дополнениями. Но это не искажает блюдо, а, напротив, обогащает его с учетом вашего вкуса. Столетия назад многие пастухи, жившие в горах Аматричи, носили с собой сумку с продуктами. Там были гуанчали или панчетто, сыр пикорино, сало, черный перец, помидоры и паста. Настоящий секрет пасты аматричана в жирной и ароматной свиной щечке, которую на итальянском называют гуанчали. Свиные щечки натирают солью и черным перцем. Аромат у гуанчали очень сильный и ароматный. Вокруг итальянской кухни родилось много историй, легенд и анекдотов. И даже про пасту аматричана есть очень любопытная история. История гласит, что этот рецепт распространился благодаря мужеству сеньора Анны. Женщина покинула деревню Аматричи, положив в сумку домашнюю пасту, кусочки вяленой свинины, сыр пикорино и травы, собранные из полей. Она приехала в Рим и остановилась недалеко от старого вокзала Термени. И здесь она начала готовить знаменитые спагетти алла матричана для проходивших мимо садовников. Шли годы. Паста стала так популярна, что многие стали специально приезжать сюда, чтобы попробовать это блюдо. В кратчайшие сроки аматричана заслужила одобрение даже у всех гурманов. Чуть позже это место, где сеньора продавала пасту, расширилось и приобрело еще большую известность и важность. Там сейчас находится оперный театр Рима. Для удобства была открыта траттория, и со временем римляне стали шуточно называть эту пасту 5 пи. Паста – панчетто, потому что ее использовали, помидоры, пикорино и перец. А клиенты часто называли эту пасту 6 пи, приписывали еще римский живот – ла панча. Один из знаменитых итальянских гастрономов в письме к дорогому другу писал, «Таверну, где я работал еще мальчиком, посещали прежде всего виноделы из окрестностей Рима – мужчины крепкого телосложения, которые очень любили покушать. Разгрузив товар, они заходили в таверну, заказывали аматричану и литр вина». Только они могли по-настоящему оценить это богатое на вкус и сочное блюдо, изобретенное пастухами из аматричи. Так вот, гуанчали нарезают тонкими и длинными полосками, ни в коем случае не кубиками. Обратите внимание, даже в магазине панчетто и гуанчали нарезаны по-разному. Панчетто – кубиками, гуанчали – длинными полосками. Это для того, чтобы в длинном кусочке почувствовать аромат всей щечки. Сразу хочу ответить тем, кто будет спрашивать, можно ли заменить щечки беконом. Заменить, конечно, можно, но тогда это уже не будет аматричана. Хочу напомнить, что этот рецепт из аматричи, а там использовали щечки. Пассато ди помодоро – томатный соус. Итальянская кухня не была бы такой, как мы ее знаем, без помидор, который однажды завезли из Америки. Теперь современная Италия славится итальянскими помидорами. Именно из них готовят консервированный томатный соус, который идет в качестве заправки пасти, пиццы и лазаньи. Сыр пикорино – это еще один ключевой ингредиент аматричаны. Все продукты готовы. Начинаем готовить пасту. На сковороде готовим гуанчали до прозрачности. При нарезании обязательно удалите шкурку. Затем добавляем томатный соус. У меня бутылочка 400 мл. Соуса получится на 2-3 порции. Я ополаскиваю бутылочку водой и эту воду добавляю к соусу. Готовим на медленном огне минут 15. С солью и перцем будьте осторожны. Сыр пикорино, который мы будем добавлять, очень соленый. А гуанчали сверху натерт солью и черным перцем. Так что это дело вкуса. Я в конце приготовления все-таки чуть-чуть подсаливаю соус и добавляю красный острый перец, который выращиваю на балконе. Для приготовления пасты аматричана можно использовать пасту спагетти или букотини. Букотини – толстые итальянские спагетти с отверстием внутри. Название этой пасты происходит от итальянского буко – дыра. Паста хорошо впитывает соус, а когда соус попадает внутрь пасты, паста получается очень сочная. Паста букотини очень популярна в регионе Лацио. В кипящую соленую воду опускаем пасту. Порция – 80 или 100 грамм сухой пасты на человека. Время приготовления смотрите на упаковке. Добавляем пасту к соусу и все хорошо перемешиваем. Затем посыпаем тертым сыром пикорино. Опять перемешиваем. Букотини аламатричана готовы! Подаем на стол. Сверху еще можно посыпать чуть-чуть тертым сыром. Это блюдо готовится очень быстро. Готовьте и радуйте своих близких. Если вы не можете приехать в Италию, пусть Италия будет гостем в вашем доме. Поцелуй меня, милая! Какая красивая романтическая фраза! В Древнем Риме женщин целовали каждый день не потому, что мужчины горячо обожали своих жен и дочерей. Это был не жест ласки, и он ничего общего не имел с любовью. Причина была совершенно в другом. Это был тест. В Риме ввели право на поцелуй. Таким образом, согласно закону, женщина должна была целовать главу семьи каждый день. Так, обменявшись поцелуем, мужчина мог проверить дыхание у своей жены, чтобы убедиться, что она не злоупотребляла вином. Забегу немного вперед и скажу, что если в конце времен республики римские женщины ели и пили вино вместе с мужьями, то раньше было все по-другому. Женщину, пившую вино, обвиняли в блуде и прелюбодеянии. Если от нее пахло вином, ее могли выгнать из дома. Муж мог вернуть свою жену родителям, запереть в подвале без еды. Кстати, наказание голодом – это была самая мучительная смерть в Древнем Риме. Или даже убить. Мужчина должен был сам выбирать наказание за нарушение закона. Однажды глава семьи, вернувшись домой, застал жену за стаканом вина. И он забил ее палкой до смерти. За это его никто не осудил. Все сочли это образцовой и справедливой карой за нарушение трезвого порядка. Этот закон действовал только для нормальных и честных женщин. Вино могли употреблять актрисы, танцовщицы, обслуживающие персонал Таверин и волчицы, обитательницы Лупанариев. Волчицами в Древнем Риме называли женщин легкого поведения. Пили вино для того, чтобы расслабиться и развлекать клиентов. Оказывается, что в Древнем Риме вино считали противозачаточным средством. И если выпить его неразбавленным, то оно могло вызвать аборт. Вино было очень крепкое. И уже с тех времен его разбавляли водой. Опираясь на исторические данные историка первого века до нашей эры Валерио Массимо, он писал, чрезмерное пристрастие женщины к вину закрывает дверь для всех достоинств и открывает ее для всех пороков. Усматривалась связь между пьянством, сексом и изменой. Вино – начало всех грехов. Трудная для понимания суровость побудила историков искать объяснение. Но что же больше всего боялись древние римляне от подвыпившей женщины? Во времена Царского Рима и Ранней Республики в Риме трезвость была нормой жизни. Вино использовали только в ритуалах и медицинских целях. С приходом поздней республики и империи потребность вина выросла. Можно сказать, что вино пили больше, чем воду. Вино было повсюду. Оно было доступно буквально всем – богатым, бедным и рабам. В период Ранней Республики вино в Риме было, если не редкостью, то роскошью. Употребление этого напитка считалось привилегией глав семьи. Вино было слишком дорогим и крепким. Чтобы его было больше, его разбавляли водой. Да и пить неразбавленное вино считалось варварством из-за быстрого наступления опьянения. Его разбавляли как обычной водой, так и морской, чтобы убрать сладость напитка. После территориальных завоеваний в Риме увеличился объем торговли вина. Это уже не было роскошью. И самые разные люди стали пить вино в тавернях, открывшихся на улицах Рима. Вино подавали горячим в сопровождении горячих блюд. С другой стороны, богатые люди предпочитали пить охлажденное вино. Ценность длительной выдержки пришла к нам еще с тех времен. Об этом тоже упоминается в исторических документах. Именно римские военные, они считались лучшими знатоками вина, развозили виноградную лозу по Италии. Римляне хорошо знали секреты выращивания виноградников. И даже были написаны настоящие руководства по технике виноградарства и виноделия. И, конечно, прекрасно знали об актерицидных свойствах вина. И поэтому поили вином солдат, чтобы искоренить болезнь, которая уничтожала армию. Они развезли виноградную лозу по Италии, посадили в таких известных местах, которые сегодня считаются самыми популярными местами Италии по производству вина. Сегодня сложно представить вкус самых первых вин, хотя и тогда уже описывали этот вкус. Он был сладкий, благородный, мягкий, нежный. Перед началом римских банкетов было принято избирать человека путем жеребьевки на игральных костях, который не пил вино на банкете, а регулировал, сколько воды добавлять в вино. Мясо и вино подавали одновременно. Вино разливали в большие, почти плоские чаши. Были две любимые пропорции, которые использовали при разбавлении вина. Их называли «пять» и «три». Пропорция «пять» состояла из трех частей воды и двух частей вина. Пропорция «три» состояла из двух частей воды и одной части вина. Вначале подавались лучшие вина, а по мере того, как банкет продолжался, на стол ставились более бедные. Они пили за здоровье друга, важного человека, любимую женщину. И в этом случае они выпивали столько чашек, сколько было букв в их имени. Римляне считали, что время от времени хорошо доходить до опьянения. Оно снимает внутреннее напряжение, растворяет переживания, исцеляет от некоторых болезней и лечит от печали. Вы, конечно, помните первого императора Рима Октавиана Августа. Так вот, его жена Ливия утверждала, что достигла здоровой старости благодаря вину, которая оживляла ее трапезу. Позднее эту историю также пересказал известный древнеримский врач Гален. Он объявил, что вино имеет лечебное свойство, и этой теории придерживались не одно столетие. Для рабов готовили вино путем добавления воды в жмых. Каждый день рабы получали свои 750 мл вина. В среднем это было 270 литров в год, представляете? В Риме очень много вилл. Вот, например, вилла Бургези на холме Пинчо. Там все было засажено виноградниками. А сейчас на вилле находится парк, где местные жители и гости столицы отдыхают. И там же находится знаменитая галерея Бургези, которая полна шедевров. Но это так, к слову, там отдельная тема для разговора. Торговля вином была очень прибыльным делом. Об этом свидетельствует Тистаччо. Холм высотой 35 метров. Он полностью состоит из осколков винных и масляных амфор, выброшенных в свое время с рынков. Сейчас на этот холм можно подняться в сопровождении экскурсовода. Давно собиралась туда сходить, но, видимо, теперь уже только весной. Хотя прошли тысячелетия и мир полностью изменился, Рим по-прежнему окружен виноградниками и славится производством вин, который востребован не только местными жителями, но и гостями столицы. И каждый, кто был в Италии, смог по достоинству оценить вкус этого лечебного и божественного напитка. Но и уж коль мы сегодня говорим об алкогольном напитке, хочется вспомнить историю про папу римского Льва XIII, который рекламировал вино. Вино, правда, было не итальянское, оно было французское. Но этим вином восторгались папа Бенедикт XV, Пятьдесятый, а папа Лев XIII так любил это вино, что носил с собой фляжку. Шла слава об этом удивительном вине, что оно могло вылечить практически все болезни и дать необходимую энергию. Но выпивать его надо было 2-3 стакана в день. Вино Мариани очень любил Александр Дюма, Эмиль Золя и почти все монахи. А рекламировали это вино французская актриса XX века Сара Бернар и папа римский Лев XIII, который даже вручил Мариани золотую медаль. Вино было такое популярное, что быстро разошлось по всему миру. А медицинские работники того времени жаловались на пациентов, что они просили вместо лекарств выписывать им вино Мариани. И тут я вспомнила про коллекцию вин моего мужа, про маленькие бутылочки, которые уже не одно десятилетие стоят в темном шкафу. Вина Мариани там не оказалось. Но зато несколько часов я с интересом рассматривала бутылочки. Современные итальянские врачи до сих пор говорят, что вино – неплохое сопровождение к обеду или ужину. И принимать его можно не более одного стакана в день. А в Риме есть такие места, если вы покупаете тарелку пасты, то вам бесплатно наливают один стакан вина. Вот так и живем. Спасибо всем, кто досмотрел видео до конца и поделился им с друзьями. Пока мы на карантине, продолжаю снимать рецепты итальянской кухни. Это мое танго на кухне. Развлекаюсь как могу. Я хочу пожелать вам и вашим близким здоровья. И помните, что вино – неплохое сопровождение к обеду или ужину. Так давайте сегодня вместе поднимем бокал за наше с вами здоровье. Редактор субтитров А.Семкин